Всем привет! Если вы включили это видео, значит, скорее всего, у вас уже есть универсальная точилка для ножей Рамит, либо вы только присматривайтесь к этому устройству. Меня зовут Нелли, я ведущая канала Рамит, и здесь все о технике для здоровой и комфортной жизни. Подписывайтесь, чтобы не потерять полезный контент в бесконечных интернетах. В этом видео я поделюсь основными принципами использования точилки, покажу, как точить ножи правильно и как не допустить банальных ошибок. Точилка упакована в двойную коробку. Внутренняя красивая, с фирменным дизайном, подарочная, и внешняя для защиты при транспортировке. Настоятельно рекомендую прочитать инструкцию перед началом использования точилки, она очень небольшая, к слову, как и наша точилка. Она очень компактная, ее габариты 28,5 на 8 и на 4,5 сантиметров. К тому же она очень легкая, ее вес всего 300 граммов. Но при этом противоскользящее покрытие и удобная большая ручка обеспечивают безопасность при использовании. Ни вашим рукам, ни покрытию на столешнице ничего не повредит. Ее также можно подвесить на крючок на кухне или хранить в шкафу. Сейчас на примере разных ножей я покажу, как использовать точилку. Только сериторные ножи нельзя ни в коем случае точить на точилокерамид. Во всех остальных случаях зависит только от размера и удобства прибора, который вы хотите заточить. Если у него лезвие из стали или из керамики, то оно автоматически подходит под это устройство. Но если это, например, нож-брелок или ножницы для когтей вашего домашнего питомца, то здесь у вас могут возникнуть трудности при заточке именно из-за размера прибора. Вы видите, что у точилки широкий угловой диапазон. Он меняется с помощью вот этого регулятора. Чтобы выбрать угол, нужно именно нажать и покрутить фиксатор. И это очень удобно, так как во время использования прибор не поменяет свой угол даже при случайном нажатии. В инструкции вы можете прочитать, какой угол для какого ножа предназначен. Но если вы хотите на 100% быть уверены и узнать, какой угол заточки именно у вашего домашнего ножа, вы можете измерить его самостоятельно. Для этого вам понадобится только бумага, транспортир, карандаш и ножницы. Разведите ножницы и вставьте нож между ними. И так, чтобы не было зазора между лезвием ножа и лезвиями ножниц. Затем ножницы приложите к бумаге и очертите полученный угол. Измерьте транспортиром и вот вы получите угол заточки вашего ножа. У самого обычного филейного домашнего ножа, который есть почти в каждой квартире в нашей стране, угол заточки 14 градусов. Кстати, у точилки керамид меняется угол заточки не только у одного слота, как это бывает в подобных конструкциях, но у всех трех пазов. Для чего нужны три этапа заточки? Первый этап – вольфрам для грубой заточки и правки лезвия. Следующий этап – алмаз для чистовой заточки. И, наконец, керамика для финишной полировки. Ножи с остальными лезвиями могут проходить все три этапа заточки, но если у вас керамический нож, то он проходит только этап вольфрам и алмаз. Чтобы показать, насколько затупился этот нож, я продемонстрирую это с помощью листочка бумаги и лимона. Ну, собственно, что и требовалось доказать. Ну, рукой-то и я могу, мне нож-то и не нужен. Давайте подарим этому ножику вторую жизнь с помощью точилки керамид. Угол заточки установлен, и я вставляю лезвие ножа в первый этап вольфрамовый слот. Близко к рукоятке, чтобы максимально заточить лезвие на себя. Мы не вводим нож туда-обратно, мы затачиваем только в одну сторону. Направляющая говорит не о том, что можно только в эту сторону вообще точить. То есть, если вы левша, то эта точилка не для вас. Нет, ни в коем случае. Правша вы или левша не имеет значения, вы можете повернуть точилку как вам удобно. Главное, чтобы это было в одну сторону все, не туда-сюда, а только на себя. Вот таким образом. Проводить нужно 5-10 раз. Зависит от состояния вашего лезвия. И с учетом того, какое лезвие у меня, я буду проводить по 10 раз в каждом слоте. И так как я правша, я поворачиваю точилку обратно, в правой руке держу нож и начинаю точить. На себя, перпендикулярно столу стараюсь держать нож. Не вожу его вверх-вниз, перпендикулярно столу и его точу. И так 10 раз. В процессе нужно слегка надавить на нож, не очень сильно, но при этом и не без давления. После заточки обязательно протрите лезвие ножа, чтобы стружка не попала к вам в еду. Но в целом мы видим по этой более ровной линии, что результат стал намного лучше. Конечно, от такого ножа, такого качества и по такой цене ожидать какого-то вау-эффекта, естественно, не приходится. Но то, что он стал намного острее, это очевидно. Но я думаю, что вы согласитесь, результат налицо. Нож действительно стал намного острее. И если честно, это мой домашний нож. В квартире, в которую я переехала, я ее снимаю, этот нож был изначально. И если у вас был когда-то или есть сейчас на кухне такой же нож, напишите в комментариях, посмотрим, сколько нас. Теперь перейдем к ножам посерьезнее. Кстати, насчет угла заточки. Когда вы вставляете нож в оточильный паз, важно, чтобы кромка лезвия касалась стыка между двумя камнями. Иначе она просто не будет доставать до камня, и ваше лезвие не заточится достаточно хорошо. И чаще всего причина, по которой нож не затачивается, в том, что выбран слишком маленький угол. Например, этот нож с углом заточки 20 градусов. И я не могу его точить на 14 градусах, потому что он просто не достанет до камня и не заточится. А вот на 20 градусах заточится прекрасно. Не бойтесь использовать это устройство для заточки ножей высокого качества. Кстати, у всех ножей Рамид один угол заточки 14 градусов. Часто задают вопрос о том, стоит ли замачивать точильное покрытие перед заточкой. Если у вас водный камень, то, конечно, обязательно стоит. Но в условии, что у вас точилка нашего типа, нашей конструкции, вам это делать не обязательно. Но если вы замачивали точильное покрытие перед заточкой, напишите, пожалуйста, в комментариях и поделитесь, насколько эффективным был результат. У точилки для ножей также есть функция затачивать ножницы. У нее есть специальное отверстие с лезвием для ножниц. Как затачивать ножницы, сейчас покажу. Раскрываем ножницы, вставляем их в отверстие максимально до конца лезвий и притягиваем их на себя, одновременно как бы закрывая ножницы, чтобы было определенное давление лезвий о камень. Проводим так 5-10 раз. Прибор очень неприхотлив в уходе. После использования точилки можно протереть ее слегка влажной тканью или сухой щеткой. Хранить точилку нужно в сухом месте на ровной и устойчивой поверхности. Если у вас еще остались вопросы, напишите в комментариях, мы обязательно найдем ответ. Это была видеоинструкция по использованию точилки для ножей Ramit RAS 03. Подписывайтесь на канал, ведь мы на страже вашего здоровья и долгой службы вашей бытовой техники. С вами была Нейли, жмите на колокольчик, и тогда мы точно увидимся снова. Ramit, реализуем мечты вместе с вами!